Если предположить, что Завет не заключили до скрижалей, тогда непонятно, за что наказание. Когда он вернулся со скрижалями, там немного народу зарезали. Каких-то 3000 человек. А потом после этого еще некоторое количество умерло. Но за что, если они не были, собственно говоря, под законом, или не были в Завете, или не дали своего согласия соблюдать? За что? Общепринятая картина тогда выглядит следующим образом. Они еще ни до чего не договорились, а их уже наказали. Но совсем по-другому выглядит картина, когда они вступили в Завет, дали клятву соблюдать этот Завет в 24 главе. И 40 дней не прошло, как они нарушили эту клятву. Совсем по-другому выглядит картина. Итак, наше представление о том, что скрижали были чуть-чуть пораньше, чем книга, рисует нам Творца, который наказывает по своему произволу. Ну, если следовать логике. Еще ни о чем не договорились, Завета нету, а он уже, извините меня, наказывает. Но совсем другая картина, когда они не успели поклясться, и тут же, после того, как они поклялись, нарушили клятву. Совсем другая картина. Понятно, почему я вас мучил? Читайте Писание. Более внимательно. Это полезно, поверьте. Это хорошо. Итак, готовы мы отправиться дальше в путешествие? Молимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за это время и это место. И мы те, кого не хватает мудрости, и мы просим Тебя по слову Твоему, чтобы Ты дал нам мудрость, к пониманию Твоего слова, Бог мой. Открывайся нам, Бог мой. Мы хотим познавать Тебя, и Ты обещал, что Ты дашь просто и без упреков. Спасибо Тебе, Отец. Мы просим Тебя, пребывая среди нас Духом Своим Святым и научая нас. Во имя Сына Твоего, Ишоа Мессии. Аминь. Итак, мы потихоньку пытаемся двигаться дальше. Кто может вспомнить, какие темы мы вчера разбирали? Чистота, смерть, представление. Мировоззрение, чистота, смерть. Да? Тему грех мы затрагивали? Частично. Частично мы затрагивали тему греха. И в связи с тем, что мы частично затронем тему греха, мы говорили о том, что грех разрушает взаимоотношения. Окей. Грех разрушает взаимоотношения. Разве мы добавляли слово с Богом? Или он в принципе разрушает взаимоотношения? Подразумевает. Еще раз. В принципе разрушает взаимоотношения. Как поступил Адам после того, как он согрешил? Спрятался. Он не захотел общаться. До этого он общался с Творцом. Но как только он согрешил, что он сделал? Спрятался. Когда я был маленьким мальчиком, меня удивляло, откуда мой папа знает, что я сделал то, что он меня просил? Не делать. Ну откуда? Ну я же быстро сделал уроки, убрал в комнате и лег спать. Я же быстро все, чтобы никаких вообще вопросов не было, все сделал, быстро лег, а вот он приходит с работы, зажигает свет в моей комнате, как ни в чем не бывало. Задает тот именно вопрос, который я меньше всего хотел слышать. Ну вот нельзя было что-нибудь другое спросить. Не обращает вообще внимания на то, что я уже сплю практически, мирно посапываю. Откуда он знал? Знаете, мои дети задавались тем же вопросом. Потому что когда я приходил домой и не видел своих детей, которые устремляются ко мне поздороваться, я уже догадывался. «Где ты? Адам?» Мы делаем то же самое. Вы видим, что дети не хотят общаться. Значит, что? Откуда мы знаем? Из-за того, что они не хотят общаться. Грех разрушил что? Взаимоотношения. Не важно. Он разрушает взаимоотношения с Богом, но он разрушает и взаимоотношения между... Поверьте. До сегодняшнего дня ничего не изменилось. Если вы согрешили против кого-то, вы меньше всего хотите встречаться и общаться с этим человеком. Чего? Он же ничего может не знать. Ни о чем не догадываться. Но вы уже... Да? Это свойство греха и его первые плоды. Так что, знайте, это только первый плод, а потом будет еще один плод. Похоть, зачавшую, рождает грех, а сделанный грех рождает грех. Это, ну, в общем-то, некий путь, процесс в конечном итоге, который закончится очень печально. И нужно понимать, что, кроме всего прочего, наказание существует только потому, что существует грех. То есть, наказание не существует абстрактно. Оно существует, потому что существует грех. если не было бы греха, не было бы и наказание. Поэтому Писание достаточно просто говорит, всякие сетуют на грехи свои. Но нужно понимать смысл наказания. Зачастую наказание, которое мы принимаем, нам не нравится. Но какой смысл в нем? Для того, чтобы или потому, что? Для того, чтобы. Отлично. Тогда все нормально. Если наказание существует для того, чтобы, тогда это хорошо, потому что оно существует для того, чтобы нас корректировать. Если наказание существует для того, чтобы, или потому, что? из-за того, что? То есть, если наказание является результатом совершенного действия, это избиение. Понятно, нет? Если мой ребенок совершил что-то, и я его бью за то, что он сделал, это избиение. Если я его корректирую, чтобы он не делал в будущем, то это наказание. Действие одно и то же. Мотивация абсолютно различна. Действие одно и то же. Действие не меняется. Оно одно и то же. Мы стучим по сердцу. Почти. Ну, другой путь. Ну, как-то эти два места соединены, я не знаю. Как-то они соединены между собой, есть какая-то связь, если я хочу достучаться до сердца, я знаю место, по которому надо стучать. Как-то он там как-то связан между собой. Я уже, ну, как бы не наказываю своих детей, я когда смотрю на них, я понимаю, что уже все, уже этот период такого наказания точно закончится. Они у меня уже достаточно взрослые. Итак, если мы не прекращаем наказание, тогда, когда оно достигло своей цели, это опять-таки избиение. Если мы не прекращаем наказание, тогда, когда оно достигло своей цели, это избиение. Но я хочу, чтобы до моего ребенка что-то дошло. Я его наказываю и вижу, что до него дошло. Но продолжаю его наказывать. На что это похоже? Избиение. Избиение. Дошло. Дошло. То есть, вопрос в чем? Для чего вы наказываете? Для исправления. Вы достигли своей цели, ребенок понял. Но вы продолжаете это делать. На что это похоже? Я бы вам рекомендовал посмотреть на свои взаимоотношения с Богом. и догадывается вот о чем, что эта шутка может стать реальностью. Как это? Подождите, что вы не принимаете? Свои слова? Подождите, вы не принимаете свои же самые слова? То есть, вы же должны их каким-то образом понимать, что Отец Небесный, он каким-то образом корректирует вас. И вы говорите, что нормально, для профилактики меня еще немного отдубасит. как вообще? Не? Не хочется? Уже не хочется. Поэтому аккуратненько, аккуратненько, тщательнее, потому что мы перекладываем некоторые вещи, которые происходят в нашей жизни, как взаимоотношение детей и родителей на взаимоотношение Отца нашего Небесного по отношению к нам. И мы должны осмысливать, то есть, если ваша теория имеет право на жизнь, значит, он нас периодически дубасит для профилактики. Причем, вы не догадываетесь, в какой именно момент он дубасит вас. Можете ли вы тогда вообще адекватно оценивать происходящее и как-то применять его к тому, что же вам нужно корректировать? Или надо что-то корректировать, или он просто решил с утра вас побить немного для профилактики? Как вообще? Получается? Получается. Получается отличать серьезно от юмора. У меня не получается. У меня проблемы? Согласен. У меня бы были проблемы, если бы я у вас учился. А пока вы учитесь у меня, это у вас проблема. Это то, что касается чувства юмора. Или его отсутствие. у нас есть некоторая часть наших взаимоотношений с Отцом Нашим Небесным. И вот о какой части я хотел бы поговорить. Если мы понимаем, что наказание является следствием чего-то в нашей жизни и служит для чего-то, то мы каким-то образом тогда воспринимаем это наказание. Я правильно понимаю? Окей. И мы в общем-то хотели бы, чтобы это наказание прекратилось. У вас есть такое желание? Очень. Всегда причем. Я понял. Но у нас есть некая модель. Некая модель. Модель, которая была каким-то образом внедрена в наш разум еще с детства. А когда, а я не ошибусь, наверное, если я скажу, что вы все нарушали запреты, данные родителям. В той или иной степени. Ну, бывало, в общем-то. И подходил счастливый момент, счастливый, когда они узнавали о том, что вы такие нарушены. Они, ну, как это ни странно, хотели привлечь вас к ответственности за заделанное поступление. И тут вы начинали делать нечто. Ну, я не виноват, это самый плохой способ. Я больше так не буду, вот точно. Я бы... Это плохо, это уже, это не проходит. Ну, если не я, то это отдельно, это отдельная история. Мы, для тех, кто это не я, и это меня не касается, это мы с вами отдельно поговорим. а вот если уже явно понятно, что это таки да, и сейчас начнется, и это не я, не прошло по конкурсу, и таким все равно начинается, я больше так не буду. Можно поговорить? Можно поговорить, папа, прости, мама, прости, я больше так не буду. И у нас появилась некая модель. Скажите, а родители вас прощали? Или когда раскаивались, тогда да, а когда то есть если они вас простили, тогда наказание ого, это у меня. если они вас простили, тогда наказание вас должно миновать, а если они вас тогда вы получали по заслугам. Другим образом, вырастивалась модель, при которой покаяние способ избежать наказания. Покаяние это способ избежать наказания. Я вас расстрою. Эти два процесса не связаны между собой. Прощение и наказание между собой не связаны. то есть модель, что покаяние способ избежать наказания, они несостоятельны. Но ставшие искренне верующими, вы иногда попадаете в достаточно стесненные обстоятельства. и вы через какое-то время, когда вы уже устали от этих обстоятельств, начинаете догадываться, что пора покаяться. Спасибо. Итак, когда вы понимаете, что пора покаяться, вы встаете на колени или занимаете какую-то другую религиозную позу и называете грех своим именем. И после этого надеетесь, что обстоятельства изменятся. Но иногда бывает так, что они не меняются. А еще наоборот становятся хуже. Вы понимаете для себя, что очевидно неискреннее это раз. И второе, наверное, еще кроме этого, мне необходимо отказаться от этого и этого тоже. Опять мы занимаем некую религиозную позу. Опять говорим, так, теперь искренне, без дуруков. Теперь я очень серьезно. Вот это, но заодно и это, это, и это тоже я больше никогда. Ну, то есть, папа, прости, никогда не буду. не изменились обстоятельства. Еще что-то есть, да. И тогда мы внимательно копаемся в своей жизни и находим еще это, 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 это и вот это тоже. И понимаем, что теперь по-серьезному он за нас таки взялся и нужно будет всего этого. Ну, причем искренне. Это же главное, что в этом есть, это же мы это делаем искренне. Проблема только заключается в одном, что это язычество. Это взгляд на Бога через призму наказания. Взгляд на Творца через призму наказания это язычество. и умилостивление Творца для избежания наказания, извините меня, это тоже язычество. Что, такие глубокие мысли? Ну, это нормально. во что уверить? Что не так? мы сейчас говорим о некоторой модели покаяния и прощения как способ избежать и по отсутствию или наличию наказания мы судим о прощении. Еще раз, только медленно. У нас есть некоторая модель. Если он простил, то он должен перестать. но если предположить абсолютно другую модель, что покаяние не способ избежать наказания, тогда возникает логичный вопрос, а для чужины надо? Я услышу ваш ответ. Итак, скажите мне, пожалуйста, для чего оно тогда надо? А я прошу прощения. Да, вот, спасибо большое. Чтобы вы даже не сомневались, у аудитории есть люди, которые дали правильный ответ. Я его даже услышал, принял, но меня интересует, чтобы все в этой аудитории имели правильное представление о том, для чего существует наказание. Чтобы не было хуже, отлично. А для чего существует покаяние? Хороший способ переспросить. другими словами? Восстановить разрушенные взаимоотношения. Если мы вначале говорили, что первый плод греха это что? Это дальше. то должен быть инструмент и восстановление взаимоотношений. Для чего нужно покаяние? Для восстановления взаимоотношений. Если взаимоотношения восстановлены, то мы должны судить об этом по наличию взаимоотношений или по изменившимся обстоятельствам? Спасибо. По наличию взаимоотношений. То есть вопрос в том, откуда я знаю, что Творец меня простил? мы имеем взаимоотношения с Творцом. А если при этом обстоятельства не изменились, ну что? Придет время и они изменятся. Понятно о чем это отличие? Тогда мы разрываем эту неправильную связь прощения и обстоятельства. понятно, да? Вы должны для себя представлять, что грех он имеет различные аспекты. Грех он имеет различные аспекты. Он разрушает не только ваши взаимоотношения с Творцом, он накладывает на вас не только взаимоотношения с Отцом, но это в первую очередь. но во вторую, в третью, в четвертую вы грешите, в общем-то нарушая законы этого общества. Вы грешите против какого-то конкретного человека, вы грешите против государства. Если вы покаялись перед Творцом, извините, государство может наказать, у вас могут быть разрушенные взаимоотношения с людьми, которые требуют вернуть и в общем-то то, чтобы у них каким-то образом забрали или что-то потеряли или еще что-то там произошло, но они требуют справедливости. И ваше покаяние перед Творцом не освобождает вас от ответственности перед людьми или обществом. Понятно, о чем я говорю? То есть есть часть ответственности перед людьми и обществом, есть часть и которая прежде всего должна быть в жизни верующего человека это взаимоотношения с Творцом. И приведя взаимоотношения с Творцом в порядок, вы должны привести и остальные области вашей жизни тоже в порядок. Всевышний по своей милости может урегулировать и все остальное сверхъестественным образом, но может этого не сделать. Во всяком случае мы можем констатировать одно, вы не имеете права этого требовать. Это его милость, которую он может доказать. А может в общем-то вас научить еще чему-то. наказание существует потому, что существует грех и наказание служит для того, чтобы исправить человека для долгих дней. Понятно, да? Наказание прекращается в тот момент, когда оно достигает своей цели. Покаяние существует для восстановления взаимоотношений, а не как способ избежать наказания или последствий совершенных поступков. И здесь мы видим огромную разницу между людьми, имеющими отношения с Творцом и людьми таковых отношений не имеющие. Для всех остальных Творец выступает как судья праведный, который судит, для вас как отец любящий, который корректирует вас. Чувствуете разницу? понятно, да? У вас это радует каким-то образом? И не ищите в вашем покаянии момента умилостивления с целью избежать наказания. Это неправильный мотив. Понятно, что я? Понятно более или менее с покаянием? Итак, это очень важные вещи, которые описывают вам характер Бога по отношению к вам, которые помогают понять, как все-таки устроен этот мир и каким образом Бог вмешивается в этот мир. Нужно понимать, что некоторые вещи, связанные с мировоззрением, они очень пагубно влияют на наше представление о Творце. Когда мы говорим, что вот здесь вот все происходит, то здесь все весьма духовно, но не личностно. Когда мы смотрим на эту часть, она материалистична, но не личностна. Когда мы смотрим сюда, то мы видим Бога, который имеет взаимоотношение с личностью. Понятно, да? Учтите еще важную деталь, с личностью в рамках народа. достаточно давно Всевышний начал вступать во взаимоотношениях с человеком в рамках народа. Когда мы читаем Писание, мы видим, что Бог вступает в взаимоотношения с человеком. Дальше мы видим, что Бог избирает одну личность, от которой Он желает произвести великий народ. И дальше мы видим, когда Бог вступает с этими людьми во взаимоотношениях, с личностью, являющейся частью народа. Ради народа. И дальше мы видим Новый Завет, когда Он встречается с вами, вступает с вами в взаимоотношениях, вводит вас в свой народ и общается с личностью ради личности и ради народа. Безусловно, это не ограничивает Его общаться с кем Он пожелает. Иногда Он даже что-то говорит, делает ислам. Он не ограничен этим. Но, как правило, мы видим, что Он вступает с личностью во взаимоотношениях, которая есть частью Его народа. Понятно, да? Ну, если все понятно, нет никаких вопросов, тогда мы отправляемся на пятиминутный перерыв. Итак, с покаянием немного разобрались? Теперь, поскольку мы разобрались немного с покаянием, мы перейдем к следующему. Нас будет интересовать водное погружение. Водное погружение. Вот почему нас будет интересовать водное погружение. Потому что, как это ни странно, многие люди считают, что водное погружение это, так сказать, ноу-хау христиан. И вот нам надо разобраться, так ли это, так ли это, является ли водное погружение чем-то новым в библейском иудаизме. Я специально делаю различие между раввинистическим иудаизмом и библейским иудаизмом. Это два различных иудаизма. Один иудаизм это данный Богом в своем слове. Другой иудаизм это лжерелигия, придуманная людьми. Понятно, да? Общее название иудаизм, но, в общем-то, это две различные религии. Итак, скажите мне, пожалуйста, мы начинаем с водных погружений. С водных погружений. Сколько библейских водных погружений вам известно? Перечислять не надо. один, два, три, четыре, пять, десять, двадцать, сколько? Так быстро разогнули, пальцы не сказали. Ту, отлично, спасибо, ваш ответ принят. Не мешай, тихо, все пока считайте. Четыре, окей, спасибо. Гораздо больше, меня устраивает ответ четыре. Библейских, я не знаю, если в вашей Библии есть Новый Завет, то с Новым Заветом. если в вашей Библии нету Нового Завета, мне вас жаль. Три, два, что? Еще не посчитали, хорошо, загибайте. А? Два, отлично. Два. Что? Ну, какая-нибудь цифра? Ну, два будет. Пусть будет два, спасибо. Два. Четыре. Два. Не посчитал. Хорошо. Сколько? Три. Четыре. Отлично. Четыре. Спасибо. Еще. Уже три. Спасибо большое. Мне еще как-то обратить на вас внимание, что-то сделать. Потом? Потом. Потоп нет. Я вам точно скажу, и погружение египтян мы тоже считать не будем. Пока два. Окей. Итак, у нас цифра колеблется от двух, как вы поняли, до четырех. Начнем с двух. У кого было два? Отлично. Евнух и Ешуа. Спасибо большое. Евнух и Ешуа. Отлично. Да. Все отлично. Не вопрос. Вы ответили. Янова и Христова. Янова и Христова. Я повторю, я еще раз повторю, special for you. Водных. Водных. Все. И Иоанн, Крестья, Ешуа и Евнух. И Евнух. Отлично. Два. Я уже сказал два. Отлично. Какие? Моисея. Вот как они не христились? Моисея? Ну, не, не Моисея, а как. Сказал, египтян не считаем. Ну, Иоанна, Крещение, и Руси. Ветний день когда они были, Крещение, как они в облаке вошли. В облаке не считаем. Ну, через море прошли. Они же по суху, по суху пошли, ни жмота не погресили. От ноги. А, если что не считаем, тогда остается два. Ну, какие? Иоанна, и вот, а когда они вышли через Иордан, тоже не считают? Они же как? Отпадают. Отпадают. Семенович. Давай. Два. Отлично. Покаяние и бодное. Отлично. И я перевожу, что он сказал. Это, Новозаветное водное погружение и погружение Иоанна. Спасибо большое. Так, у кого было четыре? Давай. Иоанна. Иисуса. Иисуса. Так. Окей. Скажите, мне просто интересно, а Евнух был... Это не Ема прогруженный, тоже пошел. Ну, это было... погружение погружение в воду было. Окей, нормально. Итак, скажите мне, пожалуйста, а Евнух каким погружение погружался? Прямом. Меня не интересует, куда? Послушайте, еще раз. Мы говорим о видах водного погружения. погружение покаяния. А мы же уже использовали термин крещения покаяния, значит, это просто погружение не будет считаться. Это то же самое, что мы назвали в другом. Еще раз. Ему надо было зайти в воду. Да, это погружение Нового Завета. Я правильно понимаю? Окей. Это вид водного погружения. Водное погружение никаких проблем. Нет. Вот тут нужно понимать, водное погружение это и есть крещение. Это одно и то же. Это одно и то же. Окей. Итак, сколько мы насчитали? Сколько у тебя было? Четыре. Давай. Яна. Это, по-моему, Миква назвал, да? Миква. Какое еще? Какое? Мальчиков 20 лет. Что же там такое? Это библейское? А я... Можем мне показать обряд общек бармитвы? Да, в Библии. Можем мне показать? Я понял, окей. Значит, нету. Спокойно. Не нашел, нету. Спокойствие. Только спокойствие. В Библии это написано. Что волосы на ногах перестали расти. Все. Все. Тихо. Я понял. Все. спасибо большое. Мы... Я предупреждал. Я же знаю, куда я попал. Ограничил вас сразу специальной литературой, которую вы можете употреблять. Хорошо. Спасибо большое. А вы говорили, что у меня нету чувства ее магии. Отлично. Так. У меня к вам еще один вопрос. Ну, легкий очень. Внимательно следите. Я предупреждаю, я провокатор. внимательно следите за тем, что я вас буду спрашивать. Готовы, да? Вопрос с подвохом. Отлично. Значит, всех предупредил, приготовил всех. Вопрос. Крестился ли Ешуа Иоанновым Крещение? Да или нет? Да. Да. Я же дальше ничего не спрашивал. Да или нет? Да. 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 нет у нас все практически утверждают что таки да двое есть которые утверждают что такие нет нет передумал еще раз только внимательно еще раз только внимательно я объясню разницу вопроса я не спрашивал крестился ли ешуа от иоанна да безусловно библии написано что иоанн погружал еще да 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 но я спросил крестился ли ешуа иоанновым погружением трое теперь можно в популярной форме объяснить почему ваше мнение изменилось так уже объяснил иоанновое крещение это покрыть погружение в покаяние грехов а у я у иисуса не было грехов поэтому он крестился в иисусовых погружения он не мог держаться в иоанновое пооружение это законный вопрос пока нам надо разобраться чего не делал еще разным еще раз еще раз пока нам нужно разобраться чего он точно не делал да он сказал так надлежит исполнить всякую правду отлично пока у меня вопрос крестился ли ешуа иоанновым погружением ну вы что-то прослушали аргументацию спасибо таким еще раз ты хорош я не прошу вас ничего объяснить я уже сдал возможность нет все спасибо да что нет крестился другими словами у ишуа были грехи и ему необходимо было погрузиться крещение покаяние для прощения грехов иоанновое крещение это крещение покаяние для прощения грехов если вы говорите что ешуа крестился иоанновым крещением у него были грехи и он нуждался в прощении может быть это уже с точки зрения христианства серьезные заболевания я прошу прощения можно я буду задавать вопросы и я между прочим прежде чем задать этот вопрос предупредил теперь не надо обвинять меня живым провокационным крестился отлично аргументы вы не чувствуете разницу в словах от иоанна и иоанновым погружением да не 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 вы я так понимаю верующий человек и вы совершали водное погружение не совершали еще когда вы будете совершать водное погружение вы будете погружаться погружением нового завета или погружением того человека который вас будет погружать а почему ну тоже человек будет погружать ну справедливо же логика ваша справедливого высказывания иоанн погружал еще но не справедливого высказывания что он погружал его в иоанновое погружение иоанновое погружение имело определенный смысл погружение покаяние для прощения грехов другими словами если вы утверждаете что христос погружался иоанновое погружение тогда конкретно слушайте мой вопрос и отвечайте не тоже там написано тоже я спрашиваю подождите а я же не предупредил другими словами он не погружался иоанновое погружение спасибо ответ нет вы уже готовы хорошо подумайте еще немного можно прочитать прочитайте пожалуйста и он проходил по всей окрестной стране иорданской проповедуя крещение покаяния для прощения грехов как написано в книге слов пророка исаи который говорит глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь господу прямыми сделайте стези ему дальше всякий дол да наполнится и всякая гора и холм да понизится кривизны выпрямятся неровные пути сделаются гладкими и узрит всякая плоть спасения божия итак он проповедовал что крещение покаяния если вы отвечаете да то понятно куда он крестился и шум дел нет 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 поглазин вы пойду сейчас узнайте его тварища пока вы не поменяли свое мнение нет нет хы видели нет 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 Зачем ты? Идея его смерти заключалась в том, что он не имел греха. А значит, он и не нуждался в покаянии. Вспомните, когда он говорил, вот дьявол приближается ко мне, но во мне не имеет ничего. Он был каким? Мог ли он тогда погружаться в погружение покаяния для получения прощения в грехах? Да, абсолютно верно. Он и сказал, что он оставляет некий образец погружения, отличающий от погружения Иоанна, который не хотел его погружать в это погружение. Понятно, да? Я не знал его, но для того, чтобы он явно был израилем. Я понимаю, что вы читаете Иоанн от Иоанна. Первую главу Иоанна от Иоанна. И в этой главе вообще очень странные слова звучат. Я не знал его. Мы... Там написано, что он не знал его. Мы будем разбирать это место писания. Окей. Итак. Понятно, что тема погружения не такая простая, как казалось на первый взгляд. Поэтому. Давайте начнем все-таки по Дерибасовски гулять постепенно. И первым погружением, которым мы будем рассматривать, это будет Миква. Вообще мы будем рассматривать действительно, как это ни странно, 4 водных погружения. Миква. Миква. Ну, не те, что вы называли просто. 4. Если по числу погружения, вы угадали. Но только 3 из них будут библейских, поэтому вы не угадали. А одно не библейское, а традиционно иудейское. Тогда 4 вы угадали. Значит, волосы еще понравились. Еще окей. Смотрите. Но когда вы нарезвитесь, я продолжу. Окей. Мы будем рассматривать 4. 3 из них будут библейскими. Нет, все-таки. 1, 2, 3, 4. Нет, мы будем рассматривать 5. 4 из них библейских, вы угадали. А пятая, которого вы в Библии не найдете. Хорошо? И мы начнем с погружения, которое называется миква. Миква. Миква – ритуальное омовение. Для достижения чего? Ритуальной чистоты. Значит, миква – это такое место, где собирается вода. Типа аква. Аква – это вода. А миква – это место, где собирается вода. Типа бассейн. С проточной водой. С проточной водой. Ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности, какого размера должна быть миква, обязательно, насколько там должен погрузиться человек и так дальше, какого объема она должна быть. Давайте опустим это. Итак, миква – это особый бассейн с проточной водой, в которую может погрузиться человек для того, чтобы очиститься. Понятно. Для этой цели хорошо подходили реки, пруды, специальные бассейны, в которых собиралась дождевая вода. В общем, до сегодняшнего дня при синагогах стараются иметь микву. Понятно, да? И здесь мы используемся, понятиями чистота – это тахор, и, соответственно, понятием ло-тахор – не чистота. Ло, да? Ло. Нет. Ло – это значит… Нет. У вас же должны быть уроки еврида, по-моему. У меня нету ничего. Нету ничего? Будут. Говорят, у вас несчастные случаи настройки были? Будут. Так что у вас все будет. Лишь бы это не было, как в том анекдоте. Золотая рыбка. Говорят, сделай так, чтобы у меня все было. Говорят, у тебя все было. Лишь бы это не было таким образом. Итак, с точки зрения маймонида, это понятие или уставы называется хуким. Мужик был. Маймонид звали его. Маймонид. Хорошо, вы можете не записывать. Если вы не знаете, кто это такой, можно даже не узнавать. Зачем? Поверьте мне. А вот с хукимом – это плохо. Это уставы, которые нельзя понять. Сделать можно, а понять нельзя. Как бывает? Да. И вы так и не вставы, что? Которые нельзя понять. О, вот. Нет, это мужик. Это философ. Да. Один из знаменитейших еврейских философов. И который написал достаточно серьезный комментарий, философские труды и заложил основание философии иудаизма. Не, не, не. Он жил в средние века. Вопрос в том, что… Ну, просто если вы имеете к этому отношение, к иудаизму, вам неплохо знать такое имя, как Рамбам или Маймонид. Ну, это такие величины, которые неплохо, в принципе, знать, кто они. Да. Нет, это не библейский иудаизм. Я сказал, в средние века. Итак, расслабьтесь. Нас интересует на сегодняшний день УКИМ. Заповеди, которые понять, а выполнять. Странная вообще штука. И сейчас мы поговорим с вами об одной из таких заповедей, которая, в общем-то, как это ни странно, связана с водным погружением. Я же только что сказал? Уставы, которые нельзя понять. Вот ты сейчас что спросил? И главное, зачем? Я понял так, что это предназначенные обряды названы… То есть, там, ну, в отношении до этого, но у него есть… Наоборот, все. Обряды, которые нельзя понять, называются… Итак, числа 19 глава, с 1 по 10 стих. Числа 19, с 1 по 10. И сказал Господь Мошея и Арону, говоря, «Вот устав закона, который заповедовал Господь, говоря, «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ярма. И отдадут ее Елизеру, священнику, и выведут ее вон из стана, и законят ее при нем. И пусть возьмет Елизер, священник, перстом своим крови ее, и кровь покрупит к передней стороне скини собрания семь раз, и сожгут телицу при его глазах, кожу ее, мясо, и кровь ее, и нечистоту ее. Пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева, и сопа, и нить из черленой шерсти, и бросит на сжигаемую телицу». Подробно написано, чего делать? Хорошо. А можно делать, не понимая? Можно. Ну, я говорю, что делать? Пока ничего не понятно, а делать надо. Но ничего же не понятно. То есть, зачем это вот кедровое дерево, и соп, нитка какая-то, бросать, сжигать, ну ладно. Сказали, сделаем, сделаем. И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет. И потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И нечист будет священник. И сжигавший ее, пусть вымоет одежды своей водой, и омоет тело свое. И нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый, пусть соберет пепел и положит ее вне стану на чистом месте. И будет он сохраняться для священодейства сынов Израиля. Для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицей, пусть вымоет одежды свои, и нечист будет. Это для сынов израильных и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Все понятно? А что больше всего непонятно? Отлично. А что больше всего непонятно? Чистые пепели, все прикасаются. Непонятно зачем. Была нечистая телеса, была нечистая. Теолица была нечистой? Чистая. Все чистое, а все, кто к нему прикасаются, все вообще нечистые. Ага. Вот прикол. А после того, собирать, извините меня, должен кто? Чистый. И после этого все это используется для очищения. Нет, ничего не понял. Еще раз. Теолица чистая. Сжигают ее и становятся какими? Мужик, который собирает, был чистым. Прикасается к ней. Стал нечистым. А потом вот этот служит для чего? А как это понять? Я же предупредил. Хукин. Сделать можно? Понять нельзя. И товарищ, который основал, в общем-то, являлся одним из основоположников раввинистического иудаизма, звали его Еханан Бензакай, говорил, пепел рыжей телицы, не очищает. Прикосновение к мертвому не оскверняет. Слушайте, он сказал, и мы должны делать. У нас нет права не делать. Потому что он сказал нам это, а понять нельзя. Послушай, можно узнать, что оскверняет? Господь сказал, если это касается, то он нечистил. Что там сказали? Еханан Бензакай. Что там такое? Еханан Бензакай так сказал. Понимаешь ли, в чем дело? Если ты наступил на могилу, ты становился каким? А если ты ходил просто по земле, ты что, тоже становился нечистым? Ну, ноги, по-моему, в смысле да. Но ты же помнишь, что гигиена – это из другой оперы. Понятно, да? Вот ты идешь по земле, вот ты идешь по земле. Вдруг ты наступил на могилу и пошел дальше. Что изменилось с тобой? Кроме того, что ты стал нечистым. Что с твоими подошвами случилось? Но ты стал при этом каким? Понять можешь? А потом объяснись вообще совсем просто. Как пепел рыжей телится, тебя очистят. Капец. Вот ты теперь начинаешь понимать. Ты теперь понимаешь? Чтобы понять, а делать при этом нужно. Он дает некий образец. И люди сосредоточены больше на делании, чем на понимании. Давай. Это Господь говорит дело, и ты же не понимаешь, для чего Господь говорит это дело. Но ты это должен делать. Да. Может быть, это как-то ассоциируется с этим? Вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, находясь в Новом Завете, должен ли ты сохранять чистоту? А каким образом ты будешь сохранять чистоту? Хорошо. Отлично. А свинину можно кушать? А свинину можно кушать? Но вообще-то по Новому Завету можно все... И после этого ты будешь чистым? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не мешай тебе. Это происходит чисто в обществе. Кто не принимает за чистотую? Это можно сцеливать некие действия, некие действия, некие действия. Ага. Я понял. Петр просто не догадался, что это был верный знак, что можно трескать сало. Он просто был недалеким, и мы пошли несколько дальше. Так, а ты в Новом Завете? Что он сделал, когда он это услышал? Он сказал, я не буду, а потом еще раз не буду, еще раз. А потом что он сделал? Потому что он на другую шелку. Он пошел и сделал. Подожди, начал есть. Пошел туда, куда ему послали. Нет, нет, нет. Потом он сел и думал, что бы это значило. А ты, ну, можешь теперь легко объяснить ему, что это значило. Можешь жрать свинину. Петр просто был не в курсе. А ты легко можешь, ну, когда придешь на небо, объяснишь ему, что он еще не понял. Итак. Дохновенности нельзя. Это для меня свежитель, для меня это нескольких загадок. У всех разное мнение. Если тебя тоже сниму, что-то будет. Если тебе... Спасибо большое. Спасибо большое. Мне тяжело, когда вы все вместе. Можно по очереди? Я хочу получить удовольствие. Да. Спасибо. А есть момент, когда там говорится, что, ну, видите, что когда ты садишься кушать с кем-то, и это будет кого-то соблазнять, ты лучше этого не делай, потому что этот человек будет, ну, как мы выглядим, ну, как мы выглядим. Угу. То есть ты можешь это есть? Ты можешь это есть, и если ты увидишь, что ты соблазняешь, то лучше это не выделай. Да. Другой критерий. Итак, я хочу... Я вас уверяю, у вас будет возможность поговорить с друг с другом. Можно чуть-чуть позже? Я хочу для себя понять. Некоторые вопросы у меня остались все-таки неотвеченными. Итак, сохранять чистоту мы должны. Я правильно понял? Окей. А есть свинина при этом? Можно. По-другому будет. Ну да. Можно. Отлично. Хорошо. И при этом вы будете чистым. Да. Так свинья же нечистое животное. Это как-то столько малочистых. Если что я очистил, то не почитай, не очистил. А что ж Петр не понял, что имелось в виду? Это Петр не понял. Это 35. Петр отдыхает. Я знаю, просто чтобы ты догадывался, как все бывает иногда. Баптисты – это те ребята, это те ребята, которые очень любят Писание. И они очень, ну, любят, чтобы люди читали Писание так, как написано. И вот когда один баптист пришел на небо и встретился с апостолом Павлом, и апостол Павел ему начинает объяснять, что там написано. Знаешь, что баптист ему говорит? Ты не понял. Читай, как написано. Да не понял. Читай, как написано. Поэтому я задаю действительно провокационные вопросы, все нормально. И замечу, я не даю на них ответы. И не надо? Вот он попросил, я не буду давать ответа. Кто голодного? Почему? А почему? Вы знаете, что я скажу, что нет? Может, я скажу, что да? Вам кажется, что я отвечу? Замечу, вы уже пару раз поменяли свое мнение. Я вернусь все-таки к понятию чистоты. И поскольку я возвращаюсь к понятию чистоты, очевидно, я попрошу вас открыть 15-ю главу Евангелия от Матвея. Продолжение следует... Я начну читать с 10-го стиха. И призвал народ, сказал им, слушайте и... Говорит, предупреждаю, сейчас буду говорить, вообще ничего понятно не будет. Говорит, слушайте и что делаете? Понимайте, непонятно будет, но вам надо напрячься для того, чтобы понять. Итак, говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Ну, что тут непонятного? Тогда ученики его приступили, сказали, знаешь, что фарисеи, услышав это слово, соблазнились. Говорит, ну, нам все понятно. Что же тут непонятного? Вот фарисеи, они ничего не поняли. Мы лично, вот, ну, вместе с вами, мы все поняли. Что тут непонятно, конечно. А вот фарисеи, они ушли, они соблазнились, ничего не поняли фарисеи. А говорит, а мы все, ну, Иисус объяснил. Он говорит, сказал им в ответ, всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепые, и если слепой ведет слепого, оба они упадут в яму. Говорит, да, не трогайте, ну, ничего страшного. Скажем. Ну, именно объяснил, чего не поняли, фарисеи. Ну, тогда Петр решил сознаться. Петр отвечал, ну, ладно, если ты не хочешь по-хорошему, ну, в смысле, объяснить нам, для них, ну, тогда объясни уже для нас. Говорит, мы лично не поняли эту притчу. Что такое притча? Иносказание. Это какой-то пример, который объясняет совсем другое. То есть, он не имеет в виду то, что он, ну, вот он говорит, он на этом примере объясняет нечто. И что он говорит? Послушайте, важная часть, да? Говорит, не то, что входит в уста оскверняет, да? А то, что исходит из уст. Говорит, а прикол в чем еще? Притча в чем? Говорит, ладно. Говорит, еще не понимаете, что все, все входящее в уста проходит через чрево только, а потом уже, ну, сначала вы кушаете, потом некий процесс пищеварения, это притча такая, а потом вы, извините меня, сами знаете, ходите в одно такое место, где прощаетесь со всем, что прошло через ваше чрево. Ничего себе притча. Говорит, неужели вы не знаете, как вы кушаете, и что за этим потом? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняют человека. Потому что из сердца исходят злые помыслы, убийства, пренебодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняют, не оскверняют человека. Добавлю вам еще некоторые штрихи к портрету. Он говорил это во время действия Синайского закона. В этом месте Писания нет ни малейшего указания на том, что можно есть свинину. Он говорит в конце о том, что неумытых руках. И когда мне говорит жена, пойди помой руки, я говорю, так и с неумытыми руками, это же не грех. Странно ее это не убеждает, она настаивает на том, что я помыл руки. Итак, у вас есть пять минут размыслить над этой притчей или не притчей. И вам нужно осмыслить, о чем же здесь идет речь. А речь идет о чистоте и нечистоте. Понятие это хор и соответственно ло тахор. Это нам нужно понимание для того, чтобы осознать, что же происходило во время миквы. Перерыв. Меня все-таки интересует, вы знаете, точка зрения закона больше. вы говорите, на спасение не влияет, но хорошо все-таки слушаться Бога. Хотя, даже если мы не послушаемся Бога, это на спасение не повлияет. Я правильно истолковал ваше умозаключение? Вы думаете, что возможно не слушать Бога, и это не повлияет на спасение? Тихо, подожди, я прошу прощения. Давайте мы будем не заниматься вот чем. Мы не будем жонглировать местами писания. Мы хотим прийти к какому-то некому пониманию, причем не только вашему, а общему. Я не возражаю против того места писания, о котором вы сейчас будете говорить. но я прошу вас находиться в рамках размышления о чистоте. Как это ни странно, как это ни странно, мы затронули тему чистоты, которую мы затрагивали в общем-то поверхностно и вчера. И сегодня мы затронули тему опять-таки чистоты тахор и ло тахор. Вы пытаетесь находиться сейчас в разделе под названием кошер и не кошер. То есть кошерная пища или не кошерная. Это совсем другой раздел. Причем вы не почувствовали в общем-то как я вас отправил в раздел кошрута. Понятно, да, о чем мы говорим? И раздел кошрута, куда вы отправились, это не то же самое, что и чистое. Идея не слушать Бога и на спасение не повлияет, не очень хороша. Понятно, да? Теперь проблема заключается в следующем. Евреи при разрушении храма попали в весьма неловкую историю. Когда мы размышляем над понятием чистоты, то есть маленькая деталь. Баранина в общем-то теоретически это чистая пища. Теоретически согласно писанию баран является чистым животным. Но конкретный баран является нечистым. То есть вообще баран, который где-то ходит как животное, бараны, это чистые животные. А вот конкретный баран нечистый. еще раз. Если мы смотрим на чистых животных, баранина попадает в раздел чистых животных. Но конкретный баран не может быть чистым. Разницу понимаете? нет? Окей. Дело в том, чтобы для того, чтобы конкретный баран был чистым, от поголовья нужно было принести первенцев и заодно заплатить десятин. Если в жертву не приносились первенцы, весь скот становился как бы бараны теоретически чистые животные. Но конкретный баран был нечистым. Теоретически урожай на растения чистые. Но если с него неуплачивая десятина, весь урожай становился нечистым. Поэтому в истории иудаизма произошла подмена понятия тахор на понятие кошер. Понятна разница? Люди начали подразумевать под чистым кошерное. но в общем-то может быть и кошерное с точки зрения того, что это чистое животное, но оно нечистое, это не тахор, потому что неуплачивая десятина, не принесена в жертву первенцы. Источником чистоты и святости в Израиле был жертвенник. И то, что прикасалось к жертвеннику, оно очищалось и освещалось. Понятно, да? Оно не просто так становилось автоматически чистым. Понятно, да? И поэтому при разрушении храма евреи хранили еще для себя пепел рыжей телец и использовали его в обрядах очищения. Но уже к тому времени они перестали есть мясо, в принципе. Были такие ребята, которые перестали есть мясо. Почему? Вот им так и сказали. Говорят, вы знаете, пацаны, неплохо перестать вообще есть и заодно пить. Потому что вода в сукот не возливается под жертвенник. есть проблема. Когда мы говорим о чистоте, то есть проблема, потому что мы не имеем источника чистоты. Понятно, да? С точки зрения закона о чистоте, хотите вы этого или нет? В общем-то, по большому счету, в соответствии с синайским законом, может, вам это не понравится, но именно в соответствии с синайским законом, как это ни странно, вы являетесь чистыми. еще раз, только очень медленно. В соответствии с синайским законом вы являетесь чистым. при соблюдении определенных условий. Можно мне сказать? Ну, можно смелее сказать. подокону очищается все как вы не помните. Нет. Мы не это имеем в виду. Нет, к сожалению, мы не это. Что, что, что? Синайский закон говорит, что не чистый. Как не чистый, от чего? А ты не чистый, а ты не чего? С послушайте, имейте терпение. Я читаю из книги Левит, из 6 главы. 26 стих. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедена в святом месте, на дворец кинь собрание. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. Все, что прикоснется к мясу жертвы за грех, с ним что произойдет? если вы принимаете причастие, вы прикасаетесь к жертве, что с вами происходит? Сколь превосходней жертва, столь превосходней освящения. Природа его жертвы отличается от природы жертв Синайского лакона. Прикосновение к нечистому не скверняло его, а освящало тех, кто прикоснулся. В обычном смысле, если жертва прикасалась к чему-то нечистому, жертва становилась какой? Нечистой. Когда Ишу ушел и женщина, страдавшая кровотечением, по определению она находилась в состоянии неды, то есть была нечиста. И она переживала из-за того, что она приступила к закону. Находясь в состоянии нечистоты, она прикоснулась специально, не случайно, а специально прикоснулась к чистому мужчине. В общем-то, она поступила с точки зрения закона, не очень кошерно. Плохо она поступила. Но ее прикосновение, извините меня, осквернило его или очистило ее? Есть разница, да? Понятно, о чем я говорю? Читая Синайский закон, мы видим, что то, к чему прикасалось мясо жертвенного животного, которое уже принесено было к жертвам? Что происходило? Освящало то, к чему оно прикасалось. Если вы прикасаетесь к жертве Ешо, который стал жертвой за наши грехи, что с вами происходит? Вы освящаетесь. То есть, с точки зрения, извините, Синайского закона, вы становитесь какими? Понятно, что я только что сказал. И с точки зрения Синайского закона, вы имеете право называться, извините меня, чистыми. И природа этой чистоты такова, что все, к чему вы прикасаетесь, оно очищается. Не понимая механизма Синайского завета, в общем-то, достаточно тяжело понять, о чем идет речь. Понятно, о чем я говорю? глядя в систему жертвоприношения, учрежденную Богом в Синайском завете, для нас открывается смысл жертвы, ешуа и заповеди совершать это до тех пор, пока он не вернется. Потому что весь народ, он лишен возможности очищаться, а его народ, ставший через его жертву святым и отделенным для него, имеет возможность очищаться, освящаться от прикосновения к его жертве. Причем, замечу, о своей жертве, о теле, он не говорит о том, что это нечто новое. Там ни слова не сказано. Он говорит, вам это надо делать. но только о части крови, он говорит, это кровь нового завета. А о жертве не слова говорить. О том, что это нечто новое. Потому что это новая совершенная жертва. Но принцип Синайского завета при этом полностью сохранился. И если бы мы он не оставил нам эту заповедь совершать это, доколе он не придет, то мы не могли быть чистыми. Все понятно, что я только что сказал? Не очиститься, не быть чистыми, вы бы не могли. Нету основания. Накажу. еще раз только медленно. Вспоминаем то, о чем мы говорили. Освещаться, отделяться это процесс постоянный. А очищение процесс периодический. Извините, вчерашний день. Ну, это вчера было. Ну, да. Так, или все-таки периодически? Спасибо. Понятен смысл? Окей. Тогда мы можем спокойно возвращаться к Твиле. А, извините, к Микве. Мы еще до Твилы не дошли. Да, мы еще возле Миквы. Итак, этот обряд станет нам ясен и понятен только через понятие чистоты. Чистота это некий принцип, открытый нам в Священном Писании, который нам тяжело понять в физическом исполнении его законов. Но как принцип, мы в состоянии понять. Еще раз. Если мы будем сосредоточены, так как был сосредоточен Израиль на исполнении, мы не поймем смысла. И будет постоянный вопрос, так мне это можно делать? Или нельзя? А что мне здесь делать? А как мне с этим поступать? Не понимаем принципом. Как только вы понимаете принцип, тогда автоматически вы находите ответы на вопросы. Можно вам это делать или нет? При этом вы руководствуетесь неким принципом. Отсутствие принципов заставляет вас всегда обращаться к тому человеку, который вам скажет, можно вам это делать или нет? Отсутствие принципов это постоянная зависимость от того, кто вам будет объяснять. Наличие принципов это свобода. А вы, между прочим, к свободе призваны, братья. А? Да, только чтобы. Итак, некие принципы, которые открыты нам в Писании, показывают природу Творца и объясняют его желания по отношению к нам. И то, что было открыто в Синайском Завете, лишь показывал или объясняло принципы. Если вы сосредоточитесь на заповедях, вы не увидите принципов. Родители воспитывают своих детей всегда воспитывают их через заповедь или постановление или запреты, назовите это каким-то образом, или правила. Но эти правила отражают некий принцип. То есть родители издавая правила, которые существуют в доме, они руководствуются чем принципам. При этом набор правил может сильно отличаться, но принцип при этом будет сохраняться. Скажи, пожалуйста, у тебя в доме были правила? Были. Отлично. То есть были вещи, которые можно было трогать, а были вещи, которые трогать было нельзя. Отлично. Большое спасибо. Родители при этом знаешь, каким принципом руководствовались? Чтобы ты себе не навредил. Окей. Я прошу прощения. А в вашем доме было? И принцип был, я догадываюсь, точно таким же. А правила, как вы думаете, были различные? Да. Принцип был одинаковый, а правила различные. Странно, да? Но это было так. Но еще более странно, когда Всевышний говорит, что тот закон с правилами, питиями, явствами, касаемых до плоти, не мог соделать вас совершенными в совести. Еще раз, только медленно. Тот закон, который касался вашей плоти, который давал определенные запреты, постановления относительно пищи, пития, он касался чего? Плоти. Все отделения, которые касались, они касались плоти. Заповедь цицита, она чего касалась? Что-то внешнего. Понятно, было внешнее отделение. Помним, да, Бог есть тот, кто отделяет. И Он отделил вас для себя. Отделил? Мы читаем Писание, и Он давал заповеди, которые отделяли. Нельзя было портить край бороды. Чего это касалось? Внешнего вида. нужно было носить цицит. Чего это касалось? Издалека видишь небритого мужика, вот с такой бородой, и кисточками по краям одежды. Еврей. Позднее появилась кипа. Значительно позднее. История возникновения кипы, это интересная история, в общем-то, но она возникла чуть-чуть позже. Итак, вы не найдете в Писании заповеди носить кипу. Правда, раввины находят. Знаете, когда один человек приходит к раввине и говорит, слушайте, арабы, я вот читал Танах и не могу найти нигде заповедь про ношение кипы. Говорит, так как, там же везде написано. Говорит, ну как, я читал, не мог найти. Говорит, так везде написано. Говорит, ну где рыба? Говорит, ну вот, пошел Давид в храм. Говорит, там же написано, вошел Давид в храм. Ну так, где же здесь про кипы? Только такой идиот, как ты, мог подумать, что он вошел не в кипе. Везде ж написано, ну что тут непонятно. Ну вот, попробуйте найти просто, может, я невнимательно читал. Везде написано. Итак, да, там написано? Да? Мне завтра покажут, где? Ну хорошо, спасибо большое. Мне будет просто интересно. Итак, они касались внешнего отделения. Причем, оно, в общем-то, бросалось в глаза. Иешуа соблюдал эти заповеди. Но имел вид путешествующего в Иерусалим. Соответственно, кто он был после этого? Ну, тогда понятия такого не было. Ну, он имел вид, вид. И Самарянка глял и без труда определил, кто он? Говорит, еврей. Говорит, ты что, не понял, что мы с вами не общаемся? Ты что, не в курсе? Я тебе сообщаю. Поскольку ты еврей, и я Самарянка, может, ты меня принял за еврейку? Так вот, я так не выгляжу. Я, говорит, такая, что ты со мной общаться не должен. Что ты со мной разговариваешь? Ну, и дальше был, вы знаете, известный разговор. Итак, Всевышний дал это определение внешнего отделения. Теперь наступил, в общем-то, период или эпоха Бритха Даша или Нового Завета. У меня к вам вопрос. А внешнее отделение должно присутствовать? Завтра, чтобы пришел в там, понимаешь? Нет. Нет. Внешнее отделение. То есть, я уже нормально выгляжу. А если мужик, который неверующий, тоже так и денется, тоже верующим станет? нету. Вопрос внешне какие-то отделения есть? Конечно, есть. Ведущий, так и ведущий. Например, верующий не оденет то, что оденет другой. Методы короткой юбки. Да. А там? тихо, спокойно. Не все разделяют эту точку зрения. для Бога. Вообще все обряды того завета, все праздники, все обряды направляли человека к Творцу. Итак, мои хорошие, это должно выражаться не в вашей одежде, а в вашем поведении. Это внешне. И если вы, став верующим, ведете себя так, что никто из окружающих не знает о том, что вы стали верующим, наверное, вопрос, стали ли вы верующим. Может быть, может быть. Но иногда есть такие христиане, что даже при тщательном рассмотрении трудно об этом догадаться. Как правило, когда люди обращаются к вере, внешние люди замечают, что с ними произошли некоторые изменения. Как они это замечают? Внутри или снаружи? Снаружи. То, что у вас есть внутри, оно должно каким-то образом проявиться наружу. Да, оно может проявляться и в одежде. Сто процентов. Если вы одевались одним образом, потом вы понимаете, что это не совсем прилично с точки зрения описания, то вы одеваетесь по-другому. А это может выражаться в одежде. Это может выражаться в речи. Да, может быть и так, да. может выражаться в речи, да. Это может выражаться в употреблении спиртных напитков, наркотиков, курений, воровства. Но это все будет, внутренние изменения начнут проявляться внешне. И Творец не требует от вас ношения цицит, но Творец от вас требует внешнего проявления вашей святости, отделенности. потому что вера без дел, она мертва. Ваша внутренняя святость производит внешнее отделение. Тогда была внешняя часть, и эта внешняя часть зачастую не касалась внутренности. еще приходила и говорит, слушайте, внешне выглядите очень красиво, как грыбы окрашены. Симпатично. Не спорю, очень красивый такой, нормальный гроб, только проблема внутри. Понятно, о чем мы говорим, да? Он говорил, ваша праведность выглядит как запачканная одежда. У меня вопрос сказал, а как выглядит запачканная одежда? Так вот, запачканная одежда это бинты прокаженного, которые могут быть достаточно чистыми. Бинты, которыми перематывался прокаженный, это запачканная внешне может быть достаточно чистой. Захотите к тому, к кому прикасаться? да. Понятно, да? То есть, это не грязная одежда в вашем понимании, это совсем другое выражение. Понимаете, да? То есть, тогда шла речь, что все эти постановления не могли соделать совершенными человека внутри, в совести. Все внешние постановления, все, все, исполняя все постановления, человек не становился совершенным внутри, в своей совести, а он единократным приношением соделывал приходящих совершенными, где? Внутри. Он говорит, и один раз. И все, кто пришли к нему, он соделывал их совершенными совестью. Извините, теперь неплохо было бы, чтобы это совершенство проявилось и снаружи. и он в общем-то предупредил, говорит, ребята, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, говорит, не войдете? Говорит, почему? Потому что ваше совершенство в совести должно проявляться в определенной праведности. У тех ребят стартовые условия были изначально хуже, чем ваши. Те ребята внешне выражали какую-то праведность. Они старались жить как? По закону праведно. Хорошо старались? Хорошо старались? Исполняли? Достигали праведности по закону? По закону да, да. Ничего старались так достигали или старались? Достигали. Хорошо исполнил ли кто-то весь закон? Нет. Уверены в этом? Кроме от юности моей. Да. Но соблюдал он весь закон? А еще есть пример? А еще есть пример? А? Где написано что он исполнил? только ты мог подумать что он вошел не с покрытой головой? Если давал то исполнил логичное умозаключение не подходит подрезать где написано опять ты уже передумал причем всегда даже если про белочку идет речь хорошо ладно я попробую прочитать попробуйте открыть первую главу Евангелия от Луки 6 стих Луки первая глава 6 стих что там написано? грешили ли они при этом? Да? еще он не совершил греха разницу чувствуете? эти ребята в соответствии с заповедью при том что они согрешили поступали по всем уставам и заповедям точно так как было начертано то есть соблюдали они закон? Да это не значит что они не грешили разницу ощущаете? Павел говорил себе что я по закону это же не значит что он при этом не грешил он-то и в Новом Завете говорил из грешников я собственно первый скромный думает что никто больше его не грешил понятно о чем идет речь? то есть был определенный механизм восстановления праведности при том что вы нарушили закон по закону Бог предусматривал это точно так же как Бог садил вас святыми и праведными вы согрешаете? да но вы можете восстановиться через его жертву опять в праведности через вашу веру в его жертву понятно да? поэтому были ли там такие ребята? да были значит это что они не грешили? нет абсолютно не значит то есть когда мы говорим были ли греш не грешащие люди нет не было в общем-то написано что нету праведника который бы делал добрые дела и не грешил притча 7 глава 20 стих нету 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 совершенных праведников кроме еще который бы не согрешил и поэтому в общем-то он не нуждался в погружении Иоанна о системе жертвоприношения мы поговорим с вами в другой раз возьмите курс по жертвам вообще я тут пытался читать итак понятно смысл миквы мы достаточно долго подвисли на понимании миквы из-за недостаточного понимания принципов чистоты миква восстанавливала чистоту это был некий ритуал для восстановления чистоты в этом ритуале использовался пепел иногда использовался пепел вражительницы иногда не всегда при микве должен был использоваться пепел вражительницы были ритуалы омовения где использовался использовался пепел вражительницы где он не использовался понятно да почти был некий религиозный обряд посредством которого через веру погружаемого достигалось очищение все обряды касаемые храмового служения требовали веры и исполнения у нас все свелось к сожалению зачастую к тому что мы не исполняем но верим понятно верующим того завета не могла прийти идея в голову при том что они не исполняют верить что они исполняют исповедуют провозглашают не смотря на то что я ничего не сделал я верю в то что я чистый этот бред в голову не приходил если ты не прошел обряд очищения во что ты веришь всем наплевать ты не чистый так я верю что я чистый у нас чудо происходит как в том анекдоте когда некоторые харизматы попали в ад и ходили и говорили а я верю в том что я в раю ну еще раз если если вы не следуете словам еще то вы не его ученики это просто для начала при этом не важно что вы верите вы верите что вы его ученики вы верите что вы получили спасение что вы его наследуете что вы царственное священство ну то есть цари и священники по совместительству и трепещут да то есть послушайте он говорит если вы прибудете в слове моем то вы мои ученики а если вы не прибудете извините вы можете провозглашать все что вы хотите верить во все что вы хотите но вы не будете при этом его Учениками. Ну и понятно, не наследуете, извините меня, спасение. Это просто. Глядя в Синаи, понимать это становится предельно просто. Принесение жертвы требовало веры. Очищение требовало веры. Все обряды, постановления, они требовали веры приходящих. Эти ребята были верующими. И, в общем-то, шли по пути, установленным Творцом, в место, где они могут общаться с Творцом. Они приближались по тому пути, который он для них определил. Они шли в место, где они имеют с ним общение. Вы не поверите, новозаветние верующие должны прийти в то же самое место. Еще раз. Место не изменилось. Путь изменился. Принципиально. Он стал новым и живым. Только там еще есть некоторые условия, чтобы он был таким внутри. И вот это, ну, я думаю, центральная мысль, которая должна засесть у вас крепко в голове. Если вы пребудете в слове. Это условия. Если это условия. Условия того, чтобы быть учеником. Наше мировосприятие привыкло к другому. Познайте истину. А перед этим что написано? Отлично. Отлично. Перед этим что написано? Вторая часть. Вторая часть. Нам больше нравится. Она отличная. Нужно найти парня. Гуру какого-то настоящего. Который знает тайну. Некую сокрытую от всех истину. И если вы найдете такого счастливого парня, то это истина, провозглашенная им, как наброситься на вас, как сделает вас свободными. Эта истина, известная только ему, откроет для вас невиданные горизонты. Надо только купить его книжку, где он расскажет вам о пяти ступенях, шести сагах, пяти ключах. Чакрах, дверях, которые закрыты. Он все для вас откроет. Только денег ему дайте. Побольше, правильно, что немного. Побольше. Дайте денег за библейскую школу. Ну так как надо, по-нормальному. Чтобы они могли арендовать побольше помещения для вас. И с вас соберут деньги. За некую истину. Не важно, что Писание говорит, даром получили, даром отдавайте. Ну для кого это? Это для евреев. А для нас, новозаветних верующих, мы пока поторгуем немного помазанием. Освобождением атаков, снятием проклятий, венцов безбрачия. Мы чем-нибудь поторгуем пока. А евреи должны даром получили, даром отдают. Это для них там написано в Библии. Нас это не касается. Послушайте. Ну, доколе мы будем этим страдать? Он говорит, если пребудете в слове моем, то результат делания приведет к познанию истину. А там ниже, он говорит, если сын не освободит, говорит, если вы пребудете в слове моем, то вы познакомитесь со мной, и я освобожу вас. Ни Вася, ни Петя, ни Коля, ни Маня не сможет нас освободить. Только Ешуа, это тот, кто освобождает, разрушает поклятие. Он для этого пришел. И он для этого все сделал. А Вася ничего не сделал, кроме того, что берет деньги. За то, за что он деньги брать не может, потому что Ешуа сказал, даром получили, даром отдавали. Познание Его, процесс, через который мы будем иметь все потребное для жизни, познание Его, разрушение проклятий, познание Его, это истинная свобода, но не знание некой абстрактной истины. Ну, зачастую посмотрите на прилавки, что люди там продают. Что люди сегодня ищут? Они ищут легких путей. Прибудете, это постоянный, непрерывающийся процесс. А так просто, денег дал, прочитал, и все. И она тебя освободила. Не работает. Ну, как работает, деньги заберут, все нормально. Понятно, да? Даже я вам скажу больше, проповедники преуспевания, они будут преуспевать за ваш счет. С вами вопрос. А вот с ними все будет хорошо. Понятно, о чем я говорю? Послушайте, мои хорошие, истина только во Христе. И она абсолютно, а не относительно. Проклятие разрушил только Он. Вася, Петя, Коля и Лиманя могут только деньги за это взять. А разрушить не могут. Потому что конец проклятий, Христос, Он стал концом всех проклятий. Учение о проклятиях, это очень интересное учение. И учтите, что оно не всегда библейское. Потому что, когда вы почитаете газеты и объявления, там куча есть народа, которые разрушают проклятия. Порчи снимают. И венцы безбрачия тоже. Послушайте, но это не библейская штука. Писание говорит, что вам достаточно прийти к Нему. И Он разрушит. А вот эти все ребята, они как-то не умеют этого делать. Почему? Потому что Он есть Тот, Кто стал концом проклятия. Который понес их на себе. Они не собираются за вас умирать. Понятно, да? Итак, возвращаясь к микве. Все понятно? Есть некий ритуал, требующий Ключевое слово. Да, плохо. Я не спросил, что Он делает. Я спросил, что Он требует. Веры. Какое прекрасное слово. Веры. Какое прекрасное слово. Без которой Богу угодить невозможно. Он требовал веры. Мои хорошие, дальше, когда мы будем размышлять над всеми остальными обрядами водных погружений, ключевое слово будет какое? Вера. Вот, ну так хорошо. Тогда вы поняли урод. Вера. Вера. Это то, что необходимо при погружении. Наступило бы очищение при том, что человек не верит в это. Нет. Но ему необходимо было верить. И вера, она выражалась в чем? В послушании. Понятно? Домашнее задание запомнили? Записали. Записали. Ну, тогда вы точно не забудете. И я прошу прощения. Я сегодня достаточно лояльно отнесся к тем, кто не выполнил домашнего задания. Если вы в течение этих суток, извините меня, не найдете времени, где-то минут 15-20, ну, может быть, полчаса, прочитать внимательно седьмую главу деяния, у меня будет серьезный урок, для чего вы пришли на занятия? Ну, какой смысл в этом? Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы вы самостоятельно были способны размышлять над Писанием. И я хочу вам в этом оказать посильную помощь. Но все равно вы должны это делать самостоятельно. Спасибо за понимание. Хорошего вечера.